Сегодня на нашем канале 21.00 выйдет новый выпуск программы «Герои среди нас» об активных сельчанах, на которых держится глубинка. На этот раз автор и ведущая программы Вероника Павлова съездила в Цивильский район, в деревню Верхняя Шерсерма. Впрочем, об этом населенном пункте активные пользователи интернета слышали. Верхние шерсерминцы активно ведут свой сайт и канал на ютубе. О чем вещать на интернет-площадках вопрос даже не стоит. Активные сельчане сами по своим эскизам строят памятники, благоустраивают цветники. Что самое интересное, за все деревенские проекты берутся люди пенсионного возраста. Деревня Верхняя Шерсерма по праву может претендовать на самый цветущий населенный пункт республики. Сразу при въезде нашу съемочную группу встретили пышные клумбы, где благохают георгины, лилии и петуния. Староста деревни Николай Мартынов нам такой наказ и дал. Ориентируйтесь на самый большой цветник. Вот так, не зная номера дома, мы и нашли жилище главного деревенского зачинателя. Я третий год занимаюсь с этой клумбой. Дальше было, по месяцу. Каждый год он все больше становится. Хороший пример оказался заразительным. Теперь подобные цветники можно встретить чуть ли не возле каждого дома. Впору и конкурсы объявлять. Так и сделали в деревне. Каждый год выбирают самый красивый полисадник, лучшее приусадебное, подсобное хозяйство. И чтобы все знали, какие здесь живут трудяги, на фасады домов помещают таблички. Сельчане рассказывают, даже цыгане начинания деревенских оценили. Они там много где бывали. Одна бригада их не приехала, на этой скамейке посидели, мы так поговорили. Хорошо, говорят, у вас деревни. Редко, говорят, такие деревни. Николай Мартынов на должности старосты два года. Работа не оплачивается. Сам рассказывает, деньги вносит на развитие деревни. Есть на селе благотворительный фонд. За последние годы в Верхних Шорсермах появилось несколько значимых объектов. Мемориальный комплекс, памятник Сибирскому тракту, благоустроенное место для отдыха. За эскизные проекты в ответе Николай Павлович. Он как-никак 26 лет работал художником-оформителем на агрегатном заводе. Сейчас мечтает возвести памятник авиации. Да, вот здесь без весомой поддержки уже не обойтись. Мне сейчас нужен лопасть вертолета. Я не могу найти его. Я хотел Гаврилову. Если генерал-листин приезжаешь у нас, Гаврилов, Канадского района, Янгельчий, к нему на прием хотел. Можешь помочь? Потому что, что же авиация, генерал-листин, авиация он. Я не мог попасть к нему на прием. Что самое интересное, обосновался Николай Мартынов в этой деревне 17 лет назад. Отсюда родом его жена. Сам же родился в Комсомольском районе. Владимир Барышев тоже переехал в верхнюю шорсерму из Татарстана по семейным обстоятельствам. Он подводник с журналистскими замашками. Сейчас Владимир Витальевич на пенсии освещает местные события, коллекционирует старые фотографии, ведет деревенский сайт, открыл ютуб-канал. За ним уже следят около 3000 подписчиков. Не ради хвостовства, говорит, цели другие. Некоторые же не могут приезжать. Есть лежащие. А им дети показывают. Даже вот каждый год мы бессмертный полк проводим. Просмотры чего стоят. Комментарии чего стоят. Даже аргентинец растрогался, когда случайно наткнулся на деревенский канал. И увидел, что дети с фотографиями дедов идут в общем потоке, рассказывает активист. Написал большой отзыв о людях, для которых чужое село стало родным. Расскажем сегодня в программе «Герои среди нас» в 21.00.